Доброго дня! Хочу вам рассказать про подсветку суккулентов в зимний период. Самое главное, что я вам хочу сказать, то что растения, если они правильно содержатся при прохладной температуре и не поливаются, им подсветка в принципе зимой и не нужна, потому что зимой они находятся в состоянии зимней спячки и не растут. И пока у меня еще не было теплицы, у меня все цветы, все кактусы, суккуленты росли на балконе, и на зиму мне их надо было куда-то девать. Они у меня зимой стояли в обычных черных ящиках из-под фруктов один в один и под балконом, то есть им солнечный свет вообще никакой не падал. Не то что искусственный, даже вообще никакой свет на них не попадал. И так как они были сухие и находились в прохладе, они не росли, им свет не нужен был, они не вытягивались. Если же у вас дома слишком жарко и растения начинают расти, вытягиваться, во-первых, прекратить их поливать, во-вторых, поставьте их поближе к стеклу. Потому что как бы жарко дома у вас не было, чем ближе растение находится к стеклу, к стеклопакету, тем ему прохладнее. Потому что как бы жарко батарея не топило, от стекла все равно идет прохладный воздух. И если уж вы решили подсвечивать ваше растение, то сделайте так, чтобы, это не важно, LED-лампа, либо это лампа дневного света, любой, это может быть любой источник света. Самое главное, чем ближе лампа находится к цветку, тем больше света на него попадает, тем растение лучше. Поэтому если вы делаете подсветку, обеспечите, чтобы максимальное количество света попадало на него, чтобы лампа была максимально близко к цветам. Когда мы выращиваем сеянцы, то расстояние от макушек сеянцев до лампы у нас 10-15 сантиметров. Вот такое расстояние у нас, у нас сеянцы растут под лампой дневного света. Но опять-таки повторюсь, в теплицах мы специально растения не подсвечиваем, у нас все растения растут под естественным светом, а у нас пасмурно зимой, у нас темно, у нас еще притенение на теплицах. Но так как мы их поливаем один раз в месяц, и они у нас в прохладных условиях, им много света не нужно. Будут еще вопросы, задавайте, подписывайтесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok